Особое мнение на 101FM Не имеет и не несет Но вот некоторым почему-то Либо то, либо другое не нравится А кто-то вообще говорит Не надо меня так называть Да, ну нет, я горжусь Что я вообще занимаюсь всю жизнь предпринимательством Наверное, все-таки предприниматель Такое более ровное, чем бизнесмен Бизнесмен в основном Какие-то олигархические у меня сразу отношения К счастью, что мы не олигархи Мы реальные предприниматели Которые предпринимают Относимся к малому и среднему бизнесу И я считаю, что это будущее нашей страны Дмитрий Русских Предприниматель и депутат 4-го и 5-го созывов Законодательного собрания области Кстати, сегодня как раз идет законодательное собрание Видно даже по количеству машин И уровню этих машин Ага, понятно Хорошие машины Да, да, машины у всех хорошие Порадуемся за наших депутатов И членов правительства И членов правительства, да Ну, у нас несколько тем с вами на самом деле На повестке дня Есть федеральные темы, есть региональные И вы с каких предпочитаете начать? Я считаю, что, наверное, более интересные федеральные Потому что на региональном уровне у нас как-то все тухло На самом деле Ну, у нас не так, чтобы тухло Но вялотекущее Видимо, возьмем, что лето, лето, лето Хорошо, ну давайте Ну, все-таки, наверное, там обсуждаемая тема Последних дней Это ситуация противодействия Если можно так сказать Россия и Грузии Потому что новости, которые появляются Так или иначе Ну, отражаются Ну, вот сегодня последняя новость Собственно говоря, Грузия предлагает Запустить бесплатные шаттлы Из аэропортов Еревана, Баку и Тарабзона Да, для того, чтобы можно было Доставлять российских туристов В Грузию Я напомню, да, что Принято решение, что с 8 июля Российские авиакомпании Не будут выполнять рейсы в Грузию Запрещена деятельность временно, надеюсь Приостановлена деятельность Грузинских авиакомпаний А люди в социальных сетях Сейчас пытаются решить вопрос Как, собственно говоря, добираться И ладно бы еще те люди Которые только планируют поездку Но огромное количество людей А мы знаем, что в Грузию Организованными турами ездит не так много Не так много В основном это самостоятельные туристы У этих людей У многих уже забронированные отели У кого-то брони невозвратные И об этом почему-то не говорится ничего То есть если туркомпаниям предписано Вернуть деньги за тур И они тоже, кстати говоря, несут убытки Как я понимаю Если авиакомпаниям Но я думаю, что очень сложно будет При сегодняшней ситуации Вернуть туроператору деньги А никуда не денешься Придется возвращать Путин же сказал Ну, слушайте Если мы вернемся снова к началу Там очередное принято необдуманное решение Которое приостановило все авиасообщения С 8 числа С небольшой, но гордой страной Грузия там, да Значит, ну Вот ты сейчас на начале сказала Что противодействие между Россией и Грузией Но нельзя назвать это противодействие Потому что маленькая Грузия Не может с такой большой страной соревноваться И тем более бороться И противодействовать Да, и еще раз хочу сказать Что для меня это там Очередное глупое решение При всем при этом Мы к ним уже давно привыкли Мы помним, как поступили с Египтом При всем при этом до сих пор Не ясно совсем Что все-таки произошло С тем самолетом, который взорвался в воздухе Значит, при этом уже на протяжении Трех-четырех лет Наши туристы не могут посещать Египет Не, они могут Они просто на перекладных добираются Ну, на перекладных это единицы На самом деле через Турцию Потому что логистика съедает И повышает стоимость отдыха почти в два раза Через Турцию и через Израиль, по-моему Еще есть Белоруссия, которая летает Но есть куча всяких примеров Как можно добраться, если кто захочет, до Египта Но это не тот вариант, который раньше работал между Это бюджетная путевка в Египет превращается в небюджетную Совершенно не в небюджетную Потому что мы понимаем, что те полтора-два миллиона Которые ездили в Египет каждый год Это были люди, ну, такого среднего, ниже среднего уровня Которые не могли себе позволить там дорогие курорты Европу и прочие страны Да, Европу, там даже Сочи Значит, а впоследствии и Крым Да, даже Сочи Да, и Крым Особенно Сочи Да, и Крым особенно Потому что мы сегодня говорим, что Все прелести Египта и в том числе Роста посещаемости Южного берега Грузии Это Батуми Это как раз доступность цена Что сегодня гораздо дешевле, чем полететь даже в этот же Крым Значит, я был несколько раз в Крыму Там последние там Три года я был там пять-шесть раз И понимаю, какой там порядок цифр И в данном случае То, что сегодня происходит Это совершенно Несопостремимая вещь Которая, в общем-то, никак не накажет Маленький, но гордый народ грузин То, что они там Имеют возможность Говорить своему руководству И правительству И партии Которая становится Сегодня Стоит В правлении Это грузинская мечта О том, что им не нравится То, что делает эта партия И то, что делает сегодня Эта власть Значит, никаких больших И ярких причин Того, чтобы Это как-то относится К Российской Федерации К президенту Российской Федерации Или к народу Тем более России Никакого отношения На мой взгляд Не имеет вообще Ну вот смотрите Часть народа российского В социальных сетях Себя, тем не менее Каким-то образом Сближает С теми Людьми, нелюдьми В адрес которых Были высказаны Претензии Грузии Потому что люди пишут Грузия написала Россия оккупант Я Россия Значит, я оккупант Ну, так можно До что угодно Они вас, значит Тут оскорбляют А вы теперь к ним Туда поедете Деньги свои Туристические Оставлять Где ваша Великорусская гордость Согласен, да Мы со своей Гордостью Скоро вообще Никуда не увидим Кроме там Российской Федерации И то не везде Потому что Во-первых Еще раз повторяю Что российские курорты Последние 2-3 года Стали очень дорогими Значит Они не соответствуют Вообще Уровню своей Культуры И Как тебе сказать Обслуживания Сервиса Сервиса Да Это совершенно Как бы уже Ближе европейские Цены При всем При полном отсутствии Там европейского Сервиса Значит Это первое А во-вторых Хочу сказать Что очень важный Фрагмент Там Да Ну Наверное Те люди Которые за последние 3-4 года Побывали в Грузии А по данным Нашего Ростуризма Это примерно Где-то полтора миллиона В год Вот это количество Людей Которая приезжала И очень Кстати Много в Кирове Люди Съездили за эти 3-4 года В Грузию Я не знаю Ни одного Недовольного Я не знаю Ни одного Недовольного И кто бы сказал Что там есть русофобия И там кто-то Относится плохо К русским И все это Прочее Что это агрессивная Часть Это Есть у нас Сейчас украинские Фашисты Есть еще грузинские Сейчас появились Фашисты Там Да Что Ну Это просто Несомвестимые вещи Я не видел ни одного человека Который так мог сказать Но может они сейчас появились Может мы просто не знаем Это вот Кавказский темперамент Взрывные Да Взрывные люди Они взорвались Владимир-то Путин Ведь он действительно Радеет о народе То есть Соображение безопасности Железа По прямой линии Мы видим Как он радеет И как он любит Наш народ И как мы процветаем Как мы растем И то что Оказывается 10 тысяч Не может быть Как бы Минимальной зарплаты А мы договорились Как он сказал На 11 Это все говорит о том Что мы как бы Ну У нас на самом деле Президент очень сильно думает И каждую минуту И каждую секунду Он делает все Чтобы нашим россиянам Было как можно лучше Вы допускаете Что в Грузии сейчас Вот после Того противостояния Между грузинской властью И грузинской оппозицией Есть для русских туристов Какая-то опасность Что туда Не надо ехать Не сейчас Не 8 июля Не после 8 июля Я думаю что такое Она есть Как в любой стране Совершенно небольшая Точно так же Как и в России Если вы посмотрите Статистику Которая происходит В Грузии Значит Интересные очень вещи На 100 тысяч Проживающих в этой стране В Российской Федерации Число убийств В 10 раз меньше В Грузии Чем в России Мы Те кто были в Грузии Мы видели Что большинство людей Не закрывают машины Не закрывают квартиры Серьезно Как таковой Преступности там нет Значит Мы примерно понимаем Что за 10 лет Президента Саакашвили Была проведена Большая реформа полиции Которая сегодня Считается одной из самых Менее коррумпированных Вообще в мире То с точки зрения Безопасности И какой-то опасности Я ее В большом объеме Не вижу И в рамках Каких-то погрешностей Которая может случиться В любой момент То есть этого сейчас Про криминал Говорит Про криминал А Владимир Путин Ведь про другое говорит Он говорит о том Что не хотят Путин как раз Говорит о безопасности Туристов Мы говорим о безопасности А что такое слово безопасность Ну подождите Криминал Это понятно А безопасность Это как раз и есть криминал Ну в том числе да Хорошо Давайте так Вот что я вкладываю В понятие криминала Это какие-то Противоправные действия С целью наживы Ну или По каким-то причинам Личного характера не связанным с политическими причинами. А Владимир Путин, я так понимаю, все-таки говорит о том, что русского туриста могут обидеть, потому что он русский турист. Вот теперь могут обидеть. Это перевод чисто на политический формат. Я в этот политический формат тем более не верю, как и в криминальный. Потому что сегодня то, что ты сейчас сообщила о том, что все грузинские отели сказали, что они готовы бесплатно довозить российских туристов. Ну не все, но сказали. И из Баку, и из Еревана. Это говорит о том, что на самом деле они заинтересованы в нас. Они очень бы хотели, чтобы мы продолжали ездить, несмотря на политическое заявление нашего президента. И в данном случае я хочу сказать, что главная задача состоит в том, в принципе, грузинской стороны, что они на самом деле... Может им извиниться просто надо? А за что извиниться? Ну сказать, вот не уследили мы за нашей оппозицией. Простите, пожалуйста. Не обижайтесь на нас. Вот смотрите, я ровно 4 года назад был в Греции, когда точно так же шли большие протестные движения в Афинах и по всей Греции, когда вопрос решался там, что будет там с Евросоюзом, будет ли в нем находиться Греция, и как это... И на каких условиях. Да, и на каких условиях. И там были громаднейшие митинги, там были большие демонстрации. Это нормальная политическая жизнь любой нормальной страны. То не было никаких предупреждений с российской стороны, ни СМИ, да, о том, что ездить в Грецию опасно. Да, мы когда приехали, да, мы видели часть перекрытой улиц, да, при всем при этом, как бы это происходило, все цивилизованно. Везде стояли наряды полиции, люди шли очень добродушные, они очень позитивно относились вообще ко всем туристам, и это никак не мешало нам туристам, да, и не создавало никакой угрозы. Я думаю, что похожая история происходит и в маленькой, и гордой, и свободной Грузии. Значит, и я думаю, что те люди, которые приезжают, и которые сейчас находятся, по заявлению Ростуризма-то там где-то примерно полторы тысячи наших отдыхающих, то мы можем там точно понять, что они находятся в какой-то свободной там стране и совершенно никак не беспокоят их то, что там происходит. Ну, вот то, что я вижу в социальных сетях, в том числе от знакомых, которые сейчас там находятся, люди действительно пишут, что никакого ни криминала, никаких наездов на них, потому что они туристы из России, нет совершенно. То есть они как общались со своими прежними знакомыми, так и так общаются. Вот совершенно грузинский народ и вообще доказал уже столетиями, что он очень позитивный, что он очень добрый, что он очень гостеприимный. И мы все это прекрасно знаем. Ладно, Дмитрий Михайлович, я только спрошу вас вот о чем. Смотрите, у нас до 8 июля остается еще почти две недели. Есть вероятность, на ваш взгляд, что ситуацию отыграют назад или нет? Нет, ну просто вот, сейчас ведут грузинские отели, ведут трансферы бесплатные, там из Баку, из Еревана. Какой смысл запрещать авиасообщение в таком случае и наносить убытки российским авиакомпаниям? Если мы посмотрим практику, наш президент обратно слово свое не берет. Значит, при таком еще поведении грузинской стороны о том, что они предлагают взаимодействие совершенно в другом формате, чисто в экономическом, и они берут все расходы на себя, то в данном случае, конечно, я не думаю, что 8 июля что-то отыграется или что-то откатится. То есть будет запрещено? Я думаю, что все останется как есть. То же самое, когда мы, помните, слышали по Египту, что буквально через месяц, через два все обратно вернется на свои места, то мы видим уже 3-4 года, и Египет так и не открылся. Я думаю, что он и не откроется в ближайшее время, потому что это главный конкурент Крыма. Да, вот вообще по ценовой политике и по всему. Значит, похожая ситуация сложилась в этом году, как я читаю вообще по всем информационным экономическим сайтам, что в этом году очень сильно большой идет рост именно южном побережье Батуми, Грузии, где поехало очень много российского туриста. Если раньше мы слышали, что в основном ездят в Тбилиси или в какие-то приближенные рядом города с городом Тбилиси, то сейчас мы видим, что тенденция пошла и на юг, именно на отдых у моря. На морской отдых. Да, конечно. И это тоже очень сильный фактор, потому что Ростуризм говорит... Это не играет на руку Крыму. Дмитрий Михайлович. В том числе и Крыму. Паузу должны мы сделать на полминуты и вернемся. Особое мнение на 101FM Дмитрий Русских, предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов нашей студии. Дмитрий Русских считает, что 8 июля не произойдет отмены запрета на поездки в Грузию. Официального запрета, который принят высшим руководством России. Скажем так, несмотря на то, что вроде как есть туристы, которые сами бронировали отели, есть туристы, у которых куплены путевки условно на сентябрь, и которые не знают, что теперь с этим делать, ждать или не ждать. Я бы тут, Антон, еще бы хотел добавить, если мы снова перелетаем в Грузию, в Тбилиси. Смотрите, у нас была история с Натальей Туром из Транс-Аэро. Да, мы помним это. Это вообще частная история, потому что тоже было принято политическое фактическое решение, и при этом кто остался пострадавшей стороной. Туристы. Обычные туристы, обычные люди, А кто у нас остается пострадавшей стороной, Дмитрий Михайлович, в России обычно? Да, фактически там лишились путевок и практически не получили деньги. Это примерно от 60 до 100 тысяч туристов. Плюс авиакомпания. Она частично только выплатила. Значит, при этом, а мы говорим, что никакой там другой экономической ситуации мы не видели, то здесь все тоже очень, на самом деле, банально и просто. На самом деле, от политического заявления пострадают обычные люди, которые хотели провести за небольшие или там средние деньги. За вменяемые деньги. За вменяемые деньги свои отпуска с детьми, то понятно, что никакой туроператор деньги не вернет. Нет, туроператоры, может быть, и будут возвращаться. Не вернет. В большинстве случаев. Почему? Потому что... А чем они апеллировать-то будут? Ведь по закону-то они обязаны вернуть. А, вот смотрите, туроператор заключает договор с частным лицом. Так. Значит, на основании этого, там прописано все в протоколе, на основании чего могут вернуться деньги. Дальше туроператор заключает договор с отелями или со встречающей стороной. Значит, там тоже все прописано в договоре. Нет, я все понимаю, что туроператоры обязаны заплатить деньги. Сейчас идет сезон. Да. Да, все туроператоры, вернее всего, что заплатили деньги за отели. Конечно. Значит, грузинской стороне или там какому-то посреднику, который находится там, допустим, между Россией и Грузией. Значит, основания для того, чтобы вернуть деньги со стороны отеля или оператора, нет. Потому что они свои условия все выполнили, они забронировали, они разместили. А доставка-то туристов до места разве не входит в обязанности туроператора? А это уже входит в факсмажорные обстоятельства, которые могут рассматриваться только через суд и могут смотреться, как это будет все выглядеть. А, ну все понятно. То есть деньги вернут, может быть, но побегать придется. Побегать придется однозначно. Больше шансов это по билетам. Хотя я тоже в этом очень сильно сомневаюсь. Потому что те авиакомпании, которые совершают перелеты... Они нас уже предлагают заменить на Махачкалу, на Калининград, на Гирьбан. Если вы внимательно посмотрите, а я буквально как бы позавчера был в аэропорте Шереметьево и вижу, как работает аэропорт Шереметьево, что это вообще государственный, лучший когда-то лидер вообще авиаперевозок в стране, работает совершенно неадекватно. Мы добирались на автобусе от самолета до терминала буквально 40 минут. Да, вот нас посадили и возили 40 минут. По полю. Да, по полю, ну непонятно почему. Это говорит о том, что все сегодняшние независимые экономические сайты и газеты пишут о том, что сегодня авиационный, вообще бизнес авиационный находится в тяжелейшем кризисе. У нас все в загоне, Дмитрий Михайлович. У нас время тяжелое. И на основании этого никакая авиакомпания в полном объеме ничего выплачивать не будет, потому что они тоже совершили определенные операции. Слушайте, ну я не верю в это. А я верю. Ну что, люди начнут Путину писать. Ну хорошо. А из 100 тысяч, которые Натали Тур бросила, вы много видели, кто Путину написал? Нет, ну там другая история. Там же не Путин принял решение о закрытии Натали Тур. Ну подожди, это было политическое, на самом деле, решение. И в первую очередь там, да. Это тоже было связано, кстати, в 2014 году с Крымом. Значит, и в данном варианте я хочу сказать, что самое печальное в этой истории, что пострадают частные лица в Грузии, потому что весь малый и средний бизнес это частный в Грузии. Пострадают частные лица в России. И частные лица в России. И малый бизнес. И малый бизнес, да. И опять крайними останутся те, кто, в общем-то, в этом вообще истории не виноват. И те люди, которые, в общем-то, на самом деле, ничего и не хотели, и политикой они не занимались. Они просто хотели отдыхать. Владимир Путин на очередной прямой линии скажет, что это виновата грузинская сторона. Это они себя вели неосторожно. Ну, тут даже без опросов. В нашей студии, да. Мы продолжаем. Дмитрий Михайлович, давайте сейчас все-таки вот к еще одной такой горячей спорной теме перейдем. Это ситуация с Марадыкова. Мы продолжаем ее обсуждать на протяжении, там, я не знаю, наверное, уже месяцев полутора с каждым нашим экспертом и гостем. И каждый раз нам новости подбрасывают все новые и новые информационные поводы. Собственно говоря, два грядущих митинга. 30 июня один, 4 июля второй. И мне сейчас сказали еще шестого. А, ну вот, видите, уже третий появился. Различные политические партии проводят эти митинги. Уже третий появился. Ну, почему это проводят политические партии? Сейчас я вас спрошу. Мне кажется, тема горячая, грех на ней... Не заработать. Не заработать, да. Вот. А почему на них выходят люди? И почему людей выходит не так много? Вот как вы думаете? Да, это на самом деле очень важный вопрос. Потому что, на самом деле, когда вот был тут День города, 12 числа, на концерт Максима, по нашим данным, которые были по телевизору озвучены, вышло 52 тысячи кировчан. Да. Значит, то в данном случае, Максим, это гораздо интереснее, чем будущее здоровья и безопасность твоих детей и внуков на ближайшие, там, 20-30. Ну, может, люди, которые не выходят на митинги против Мородыкова, уверены в том, что ничего им не грозит? Ну, я не думаю, что если мы сегодня проведем социологический опрос или референдум, я думаю, что большинство кировчан скажут, что никакой дополнительный объект опасности им в Кировской области не нужен. Ну, подождите. Вот еще пока непонятно, это будет объект опасности или не объект опасности. Ну, при любом раскладе, то, что мы сегодня с тобой видим, о Росатом, который является организатором, это процесс, Росатом, значит... Ну, хорошо, ладно. Значит, процессы, они заявили, что по стране таких будет, они планируют... Всем заводам. Ну, вместо заводов по уничтожению кеморужия, да. А пока определены только четыре. Так. И я специально слежу за реакцией в этих четырех территориях. Она довольно-таки очень активна со стороны населения и общественности. Ну, у нас она тоже не сонная, я бы сказала. Ну, я тебе хочу сказать, что по количеству собираемости пока мы не в лидерах, это точно. Это мы по количеству участников митингов говорим. Значит, то в данном случае, почему четыре? Я думаю, что на самом деле, может быть, и хватило бы и большого одного. Но власть же, она тоже не бестолковая. Ну, конечно, почему это в Кировской области должны страдать, а в Узмуте нет? Они запускают в четыре объекта, хотя, может быть, им хватит одного и двух. Они понимают, что где-то придется откатить ситуацию. А, вот они с чем связаны. Да, ну, это так. Если мы посмотрим на цифры переработки, сколько они хотят, то, в принципе, наверное, они не уверены, что во всех четырех территориях они смогут спокойно эти объекты поставить, переоборудовать именно в перепроизводство отходов. А зависит от того, смогут или не смогут, от кого? Ну, от реакции, в первую очередь, населения. То есть, чем больше народу выйдет в регионе против объекта, тем у этого региона больше шансов, что он не попадет. Да, конечно. То в данном случае здесь вот очень, на самом деле, все просто. Если вы считаете, что это безопасно, и это хорошо, и это полезно, то в данном случае не надо ничего делать. Да люди не знают просто пока еще. Ну, слушайте. У нас против пенсионной реформы, Дмитрий Михайлович, сколько народу выходили? У нас и против капремонта никто не вышел. И по ДБО никто не вышел. То мы сегодня там, если проведем анализ, что доходы населения падают там уже на протяжении 6-5 лет, то мы посмотрим, что они в том числе и падают из-за того, что введен капремонт в эти годы и ТБО, когда люди платят непонятно за что. С них собирают деньги, и в данном случае это тоже один из факторов нищеты нашей... Зарплаты не выросли, расходы увеличились. А расходы растут каждый день. Приправьте еще, что ЖКХ, который дорожает там на 10% каждый год, плюс подорожание продуктов питания, когда нам говорили, что будут введены санкции против ввоза европейских продуктов, то оживет наша промышленность, и она будет дешевле. Никто не выходил. Возвращаемся к аморфности Кировчат. Никто не выходил. Значит, у нас, в принципе, эта история там вообще подходящая. То есть мы первые кандидаты, получается, на постройку такого предприятия? Я думаю, что мы не первые кандидаты, мы одни из четырех территорий, которые... Но раз у нас люди не выходят и не протестуют. Ну, значит, мы вернее всего, что 100% получим 5 миллиардов, как сказал губернатор... 6, по-моему, даже. 5 инвестиций и 120 рабочих мест. Это прекрасная перспектива для Кировской области для того, чтобы вообще никуда не выходить. И в данном варианте для нас 5 миллиардов и 120 рабочих человек важнее, как у нас будет, в каком состоянии находиться экология, в каком у нас будут на состоянии находиться показатели по здоровью нашего будущего поколения. Потому что, что бы мы сегодня ни говорили, есть территории, где незапредельная плохая экология. Мы, если посмотрим на нашу Кировскую область и то, что происходит в городе Кирове, значит, у нас есть очень много химических предприятий в области. В городе у нас есть биохимическое предприятие. У нас есть различные отвалы. У нас стоит страшенное, извините за выражение, вонь в городе Кирове на протяжении уже большого периода времени. И все говорят, что никто не знает, откуда эта вонь исходит. Дмитрий Михайлович, подождите. Ну вот смотрите, какая история. Все-таки ведь Кировская область – это не металлургический регион. У нас здесь не так далеко Челябинск. Челябинск тоже, кстати, попал в этот разряд. А, там тоже еще будет. Но они уже привычные. Ну непривычные, но вы посмотрите, во-первых, насколько в Челябинске там еще хуже экология, и при всем при этом какой там отток идет людей, которые пытаются из этого города уйти. Но при этом, если в Челябинске действительно будут строить что-то опасное, как мне кажется, люди там поднимутся значительно быстрее, чем в Кирове. Я бы не сказал, что у нас, ну, во-первых, Челябинск сам по себе активнее. Да, как всякий уральский и сибирский город. Да, Екатеринбург вам показывает, и ШС показывает, что там, да, что везде все активно. То в данном случае мы сегодня находимся в такой ситуации. Никто не будет опровергать о том, что повышение заболеваний, онкологии и аллергии – это фактор плохой экологии. Это правда. Это правда. В нашей области идет рост. Значит, если мы сегодня посмотрим даже по аллергии, которая перерастает в астму, да, куда не зайдешь, и если вы зайдете в аптеку и спросите, много ли потребляется вообще лекарств, связанных с аллергией, я вам скажу, что очень много последние полтора-два года просто рост идет. Это плохая экология. Если даже вы посмотрите на то, что аллергия вроде как бы не такое опасное заболевание, хотя я считаю, что очень опасное, да, и дети начинают очень массово болеть там, да, то я вам хочу сказать, что у нас в области и в городе нет ни одного аллерголога. Не, ну есть какие-то? Нету. Только попасть к ним. Даже отделение закрылось. Ага. Да. То в данном случае мы говорим, что если еще на это наложить еще один объект, который мы сегодня не знаем, будет плюс или минус, да, это еще повысит нашу выживаемость. Подождите, ну власти не заинтересованы в том, чтобы что-то происходило здесь нехорошее. Им же по показателям-то отчитываются порождаемости, посмертности, еще почему-то. У нас власть переходящая и уходящая. И мы сегодня понимаем, что ввод завода 23-й год, как они пишут. Так. У нас сегодняшняя команда и во главе с губернатором. Работать должна 5 лет. До 22-го года. Что будет в 23-м году, еще неизвестно. А может он останется, Игорь Васильев? А может и уедет. Ага. Да. А еще другой вопрос очень важный. Да, вот мы сейчас не обсуждали. На самом деле очень важна позиция правительства и власти по отношению вообще к экологии. А мы сейчас вот об этом поговорим чуть более подробно через небольшой перерыв. Особое мнение на 101FM Помогут ли митинги против строительства в Марадыково завода по переработке опасных отходов предотвратить это самое строительство завода? Мы говорим с Дмитрием Русских, предпринимателем, депутатом Законодательного собрания 5-го созыва и 4-го тоже. Дмитрий Михайлович, вот давайте все-таки по экологии. Вы сказали, экология это... Экология это, в принципе, сегодня тот фактор, который, в общем-то, очень сильно влияет вообще на, как ты говоришь, на показатели, которые происходят на территории региона. Да. Да, мы говорим... Социально-демографические показатели, которые нам необходимо улучшать. От этого зависит, уезжает молодежь или не уезжает. Рождаются здоровые дети или рождаются они больные. Одновременно здесь возникает вопрос повышенной, как бы, уровня подготовленности системы здравоохранения. Потому что, в принципе, мы сегодня говорим, что когда идет рост онкозаболеваний и аллергических, перерастающих вас, ну, это повышенная, как бы, должна быть проведена работа Министерства здравоохранения. Значит, и... В каждой больнице должен сидеть аллерголог. Ну, при том, что мы сегодня говорим, что это на каждом углу сегодня, особенно у детей, вот эти заболевания, аллергии, и мы понимаем, и, наоборот, не понимаем, от чего это происходит, то в данном случае, конечно, позиция власти здесь должна быть четко и понятна. Значит, мы, судя по тому, что происходило последнее время по экологическим вопросам в других территориях, мы видим, что в большинстве случаев, даже, наверное, в 100% случаях, губернаторы не занимали позицию населения, которое было против свалок, против каких-то химических заводов и всего прочего. Не занимали? Не занимали. То есть они вставали на сторону бизнеса, предприятий, инвесторов? Они вставали на сторону федеральной власти и крупного бизнеса. Потому что и в заявлении нашего губернатора Игоря Васильева говорилось о том, что опять миллиардов и 120 рабочих мест, это... Это круто? Это круто, конечно. А кто отказываться от 5 миллиардов и 120 рабочих мест? Значит, то с этой точки зрения, конечно, очень важный фактор, какую позицию займет руководство территории. Ну, подождите, руководство территории свою позицию озвучило? Да, мы слышали, что они будут создавать общественный совет и, в общем-то, постараются все это доказать и объяснить, что это все полезно и хорошо. Значит, а другого пути и нет, потому что если зайти еще глубже, да, то мы говорим, что сегодня Росатом – это фактически администрация президента, потому что господин Кирин, который сегодня отвечает за внутреннюю политику в Российской Федерации, является первым замом. Бывший руководитель этого предприятия крупнейшего, которое одно из лучших из государственных в Российской Федерации получилось за 10 лет. Значит, непосредственно, как бы, я думаю, что имеет какое-то такое отношение и до сих пор посматривает на свой проект издалека, чтобы этот проект, который, на самом деле, по многим заявлениям является лучшим из госкомпании в Российской Федерации, не испортился. То понятно, что сегодня, как бы, все действия губернатора против человека, который принимает решение на уровне, будет ли какой-то губернатор следующим губернатором, или будет он снят, или будет поставлен, ну, не совсем хорошо идти против течения. Неприлично ссориться. Да, неприлично ссориться. То в данном случае проще попытаться объяснить населению, с которым можно, в принципе, и поссориться, что это, в общем-то, не самый плохой проект, который ему предлагает федеральная власть. Может, он действительно не самый плохой? Мы же не знаем. Не самый хороший вариант, да. Мы же не знаем. Мы не знаем. О, простите, Дмитрий, я хочу сказать главную вещь. Конечно, вопрос переработки всех этих отходов, он должен быть однозначно. Потому что в Российской Федерации это сегодня самая главная проблема. Да. Это всё по лесам валяется сейчас. Это всё захоронивается, это всё выдаёт газы, это всё плохо. На самом деле плохо. И перерабатывать мусор обязательно нужно. Это было ещё нужно было сделать 15-20 лет назад. Вопрос, где? Потому что очень важный вопрос. Переработка первой и второй категории безопасности, она подразумевает, что они перерабатываются, но всё равно получаются отходы третьей и четвёртой. Их куда-то надо девать. Их надо куда-то девать. То, что нам говорят, что их будут вывозить, я думаю, что это неправда. Их всё равно должны где-то захоронивать. В данном случае мы сегодня видим, что вокруг Мородыкова выделен большой участок земли. Это уже не секрет. Никому для чего-то. Ну, а для чего может быть такой участок? Это охранная зона будет, там лесом всё засадят каким-нибудь. Нет, там как раз от леса хотят избавиться и что-то там сделать. То в данном случае мы ещё говорим, что та часть территории в Мородыково, она находится в заболотистой местности. Это раз. Во-вторых, там рядом очень много различных посёлков. И Мирный, и Котельнич там рядом, и Оричи. Да, извините, туда Кирово, 80 километров. И никто не может точно сказать, насколько это безопасно. То в данном случае однозначно надо создавать такие предприятия. Где? Именно в тех местах, которые позволяли бы сегодня находить им в безопасности. Допустим, должен быть закон, что 300-400 километров от этого объекта не должно быть никаких посёлков и поселений населения. Потому что в данном случае это вопрос, на самом деле, экологии и безопасности жизни. Подождите, Дмитрий Михайлович, вы представляете, во что выльется проект, рядом с которым в 300-400 километрах нет никаких поселений? Там кто работать-то будет? Аня, цена... Мы людей-то туда как? Вертолёте будем забрасывать? Люди найдутся, но мы должны с тобой там чётко понимать, что безопасность людей и их здоровье всегда стоит во главе любой правильной власти. То мы говорим сегодня, давайте сегодня мы будем делать то, что никому не нравится, но при этом мы готовы сегодня положить будущее поколение именно по экологическому состоянию, по здоровью в непонятную ситуацию. Так, ладно, вот насчёт того, что там никому не нравится или кому-то нравится. Давайте прогноз, у нас не так много времени, остаётся чуть-чуть. Прогноз по ближайшим митингам. По вашему мнению, сколько народа выйдет? Очень сложно сказать. Вот, допустим, 30-го числа я посмотрел, вроде воскресенье, хороший день, там, с двух до шести, до четырёх они объявили о том, что будет митинг. Воскресенье, хороший день подразумевает, что многие на дачу уедут. Ну, и в том, что это выходной день, на самом деле. Но есть одна большая проблема, что целый день стоит дождь. Очень много факторов, к сожалению, влияет на то, чтобы... Ну, мне кажется, что всё равно где-то, наверное, тысячу-две должны этот митинг... Тысяча-две? Да, на самом деле, для того, чтобы митинги были заметными, сколько людей должно выходить? Я уже об этом говорил, что в идеале это, там, 30-50 тысяч, судя по... Это я говорил ещё по капремонту, да? При сегодняшней ситуации, наверное, 10-15 тысяч или 30 процентов, кто пришёл послушать группу «Максим», это было бы уже показатель того, что... Нам не всё равно. Нам не всё равно. Потому что сегодняшнее все поведение правительства Кировской области говорит о том, что они просто наблюдают за ситуацией и будут ориентироваться именно по настроению кировчан, насколько они готовы это протестовать. То есть выйдет одна тысяча... Результат будет понятный. Да, выйдет 15 тысяч. Как с капремонтом из ТБО. Будет 15 тысяч, будет уже другое обсуждение, и будет другая резолюция, и будут другие действия. Я ещё раз говорю, что я уверен, что из четырёх, которые заводы объявили, в четырёх регионах, да, не во всех четырёх будет этот проект запущен. Значит, вот где будет активнее общественность и население, значит, в этой истории будет поставлена другая точка. Дмитрий Русских, предприниматель, депутат Законодательного собрания 4 и 5 САЗО в нашей студии. У нас, к сожалению, четыре минуты остаётся, и мы не успеваем тот огромный спектр тем, который запланировали обсудить. Ну, мы с тобой очень, на самом деле, важный спектр. Да, я согласна с этим, конечно. Ну, это серьёзный, на самом деле, вопрос, при том запахе, который у нас присутствует, и никто не может определить, и приросте всего. Я с этим согласна. Ещё положить ещё один негативный объект на территории Кировской области, это не совсем, мне кажется, в пользу жителей Кировской области. Так, ну вот давайте ещё, мы, может быть, пробежимся по итогам вчерашнего градсовета, успеем, три минутки, и по сегодняшним общественным слушаниям. Значит, сегодня в 16 часов администрации Кирова, это я слушателям нашим говорю, в 299 кабинете начинается публичное слушание по внесению изменений в генплан города. Собственно говоря, там много интересного. Так, например, на месте бывшего КВТУ планируют установить общественно, ну, зону общественно-деловой застройки, сообщает Строим Киров. При этом объекты социальной инфраструктуры там не предусмотрены. Может появиться зона застройки в рекреационной зоне возле Чистых прудов, это мы имеем в виду старый посёлок Чистые пруды, там вот где, собственно, сами пруды расположены, да, там где Слобода, Столбики. И вот эти вот два изменения, на ваш взгляд, они достойны того, чтобы люди пришли на общественное слушание и высказали своё мнение или нет? Любое изменение в городе – это достойная тема для того, чтобы кто-то пришёл и кто-то свою точку зрения высказал. На публичное слушание немного народу приходит. Мы об этом знаем, но, на самом деле, видимо, за последние годы, особенно благодаря бывшему главе города господину Быкову, у нас вера в эти общественные служения пропала совсем. А, то есть с этим связаны. Да, то население не верит, что можно что-то изменить, и при этом туда и не ходит, а зачем терять время, если нельзя ничего изменить. Я думаю, что и в данном факторе, наверное, основная часть уже решений принята. При всём при этом бывшая КВТО, я помню, что об этом говорили очень много лет назад, о том, что там вообще изначально планировалось создание, наоборот, такого социального блока, где можно было разместить именно как раз и детские сады, школы и какие-то образовательные учреждения. Но сейчас там будет жилая застройка, при этом ведь говорилось и неоднократно, в том числе и Васильевым, что там должны появиться социальные объекты. Ну, социальные объекты – это дело такое, для сегодняшней власти не самое главное, а вот помочь какой-то очередной близкой строительной компании о том, чтобы она там построила жильё, то это гораздо интереснее, на самом деле. И город по этому пути, в принципе, и пошёл. То при наличии нефти и газа мы всегда говорим, что у нас бюджеты все пустые, и денег у нас ни на что нет. Так, социальные объекты – это участие, это в первую очередь задача государства, и на этом нужно находить и тратить деньги, что, в принципе, сегодня при нашей жизни, к сожалению, не происходит. А с застройщиками выстроить отношения грамотно так, чтобы застройщик был готов строить социальные объекты, возможно или нет? Москва же справилась? При определённых обстоятельствах, возможно, при нежелании и при каких-то других взаимоотношениях это невозможно. В Кирове невозможно? Нет, я говорю, что возможно везде, но при каких-то обстоятельствах, которые происходят… В настоящий момент в Кирове невозможно? Я не знаю, но судя по этому объекту, мы говорим, что, видимо, это пока невозможно в городе Кирове. Ну, мы посмотрим по итогам, собственно говоря, по документации, которые там есть, и потому что будут люди говорить, которые там присутствовали и видели, это всё действительно ли там нет социальных объектов, потому что, на самом деле, мне это кажется каким-то просто обманом жителей, после того, как неоднократно заявлялось и Шульгиным, и Васильевым о том, что никто не разрешит там строить жилые микрорайоны без школ, без садиков, без больниц, без всего, вдруг вот такая вот история. Да, и особенно, мы же видим, что тут район очень зелёный, как раз эта часть там, да, то, конечно, там и парки бы не помешали, и скверы, которые можно было бы приспособить именно для соседних территорий, соседних домов, которых там очень много, на самом деле. Много, много чего не помешало бы. Дмитрия Русских, я благодарю предпринимателя, депутата законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Особое мнение на этом завершается. Хорошего дня всем. До свидания.